Если наше поколение не сделает невозможного, нас ожидает немыслимое. Петро Келли, немецкий политик и основательница партии «Зелёных». Экологическая комната в детском саду Агрогородка Тимонова – любимое место малышей. Кто это у нас? Мышь, песчанка. Еще у нас кто есть? Морская свинка. Это все у нас грузуны. Скажите, а чем мы кормим наших грузунов? Что они кушают? Зернышки. Что еще можно нашим грузунам давать? Капусту. Капусту. Еще. Морковку. Песчаная мышь и морская свинка с нетерпением ждут завтрак. Но волнение, конечно, обе стороны. Дети хотят накормить своих питомцев. И аккуратненько опускаем ее вот сюда в уголочек, чтобы мышки могли вот вокруг тарелочки встать и кушать. Дети грузунов не боятся, а вот животные их немного опасаются. Свинку зовут Тоша. Расскажи нам про нее. Она хорошая? Хорошая. У меня морская свинка. На полу, в тазу живет. То морковку, то травинку целый день она жует. Я люблю животных. За что? Потому что они мягенькие. В экологической комнате живет еще красномуха и черепаха, которая пытается сбежать от малышей в надежде поесть воединений. Черепаха всех смесит, потому что они спесит. А зачем спесит тому, если он в своем дому? В аквариумах разные рыбки, включая акулево-сомы. А еще волнуются волнистые попугайчики. Как эта птичка называется, скажите мне? Как? Как эта птичка? Волнистая. Волнистый попугай. Всем нужны забота и внимание. Воспитатели хотят научить детей не просто любить природу, но научиться быть к ней ближе, знать животных и беречь их. Потому что в современном мире очень много жестокости, и в том числе обращения животных. Поэтому хотели бы, чтобы этого было поменьше, и наши воспитанники знали и умели себя вести не только друг с другом, но и с младшими нашими братьями, животными. Я люблю животных очень и очень. А на улице в детском саду Журавушка идет уборка территорий. Почти субботник организовали воспитатели, а дети превратили его в веселую игру. Так малышей учат не загрязнять окружающую среду. Не только любить природу, но и воспитывают их в экологическом направлении. Убирать мусор. Приучают к раздельному сбору мусора с самого раннего детства. Любовь к природе должна быть деятельной, учат новое поколение воспитателей. Умение разделять мусор – это важный навык в современном мире. И поэтому в форме игры мы ребят учим разделять разные виды мусора. У нас есть игры, в которых детки учатся отдельно в отдельные контейнеры собирать стеклянные отходы, пластмассовые, бумажные. Дети приучаются, как и сами, и делают акцент для родителей, что нас научили в детском саду. Мама, нельзя выбрасывать вместе мусор. Нужно положить в отдельный пакет, нужно положить в отдельный контейнер. А дети, между тем, получают удовольствие от уборки сада. Это не в тягость, а в радость. Чтобы природа дышала, была красивой. Мы любим природу! Мусор против человечества. Кто победит в этой схватке? Это во многом зависит от нас всех, от нашего умения сортировать мусор и перерабатывать его. Это полигон коммунальных отходов «Климович». Каждый день сюда привозят примерно 14 тонн мусора. Линия сортировки работает уже пятый год, но вместе с тем климовчан призывают собирать мусор раздельно. Установлены евроконтейнера в городе, 211 контейнеров для раздельного сбора. Это макулатура, пэт-бутылка и стекло. На селе установлено также 140 контейнеров для раздельного сбора. Итальянский писатель Альберто Моравио когда-то писал, что дорога цивилизации вымощена консервными банками. Но времена изменились, теперь она вымощена дешевым пластиком. Поэтому раздельный сбор мусора и переработка пластика, а также бумаги и стекла – это очень важно. Мои дети, вот примерно и внуки, я их учу, чтобы они, конечно, есть контейнера, которые для стекла, для пэт-бутылки, для макулатуры. Они самостоятельно вносят в присутствие, значит, дедушки и родители, разделяют отходы. Но, кстати, отходы приносят и доходы. Предприятие имеет рентабельность 8%. Немаленькие средства дает и реализация вторичного сырья, и бумага, и пластик, и стекло покупаются и идут на переработку. Но по статистике 40% отхода жизни людей – это все-таки органика, остатки еды или отходы от работы в саду или огороде. Поэтому перспектива – это компост, переработка органики. Сегодня в Беларуси в основном отходы захоранивают, а пятую часть перерабатывают. В общем, есть куда стремиться. Вблизи деревни Блюнг есть чудесное место отдыха. Дом охотника построил на берегу озера Климовический лесхоз. Красивая территория, где дубы и спалины, которым по сотне лет дополняют оригинальные скульптуры. А потом здесь создали экотропу почти 2 километра в практически первозданном лесу. Сегодня, наверное, очень важно донести до людей, что лесное хозяйство – это не лесорубы, а умеют выращивать лес. Поэтому было принято такое решение по экологической тропе у нас. Этот экообъект может стать хорошим адресом для экскурсий выходного дня. Это не просто свежий воздух, рыбалка и прогулки. Есть еще и познавательные моменты. Можно наконец-то разобраться в породах деревьев, понаблюдать за жизнью муравейников – своего рода эко-медитация. Вековые сосны, мачтовые или корабельные – тоже производят впечатление. Но это еще не все богатства Климовического района. На территории района еще у нас есть произрастание карельской березы. Самый большой ареал – около 700 гектар. Это береза, которая имеет ценность своей породы, неповторимую текстуру. Ее еще называют мраморным деревом. Карельские березы охраняют тщательно, но люди и сами все больше понимают – природу необходимо беречь. Экология выдвигается на первый план. Наверное, Европа в этом на шаг впереди. И мы тоже стремимся к тому, чтобы все-таки экология была на первом месте. Но все-таки экологическое воспитание населения должно быть. Это очень важно. Экология – это наша жизнь, которая должна всегда с нами присутствовать. Это чистый воздух, чистая вода, зеленые растения. Это радость. Это самое ценное, что у нас есть. Экологическая обстановка на территории Климовического района оценивается сегодня положительно. Но здесь не почивают на лаврах. Например, в Климовичах заложили и развивают дендропарк. Когда хорошая погода, здесь очень много прогуливается матерей с маленькими детишками. Просто дети умеряют, люди пожилого возраста. И вот когда он наберет силу, дендропарк увеличится. Видите, что людей будет все больше. И это будет одно из красивейших мест города Климовича. Цель дендропарка и эстетическая, и образовательная. Более полусотни видов и форм, всего полтысячи растений на двух гектарах. Парк создан таким образом, чтобы производить впечатление круглый год. Хвойники зимой, цветение кустарников весной, листва деревьев летом и осенью. Причем важно не только любоваться, но и думать про то, как это сохранить в нелегких климатических изменениях. То, что сейчас кругом происходит, природа нам показывает, что мы не правы. Что если не соблюдать экологию, если не прислушиваться к природе, то чем это чревато? Она нам показывает это и подтоплениями, и засухами, и ветровалами, и буреломами. И мы, как работники лесного хозяйства, это очень сильно чувствуем. Итак, человек не царь природы, а ее часть, нынешнее поколение. И мы надеемся новое тоже, готовя сделать все, чтобы нас ожидало действительно светлое будущее на зеленой планете.